ИСТЕЦ Так, коллективное письмо Год назад Вот эти две Ответчицы Решили организовать свой бизнес Но вы же разрешение дали Подождите минуточку Я расскажу Свой бизнес У них двухкомнатная квартира и трехкомнатная В одной они живут В двухкомнатной, в трехкомнатной Они решили организовать так называемый хостел На самом деле Это типичный публичный дом Какой публичный дом В квартире В квартире проживает Шесть девиц Вполне себе типичного вида и поведения И к ним регулярно ходят Клиенты Какие друзья к ним ходят Валер Подождите Какие они приличные девушки Я вас тоже послушаю Регулярно Наш в прошлом подъезд Приличный Стал проходным двором Приличный А сколько мы денег потратили Чтобы сделать хороший ремонт Иметь хорошую ходовую дверь С замками Это мы сделали Мы оборудовали Цветочки Газоны перед окнами Все делали соседи нашего подъезда Ой Валерия И зеркала Вы цветочки Да Да Все мы делали Все мы делали Поволчите вы Сейчас все испорчено Понимаете ваша честь Звук убавили Спасибо ваша честь Я сейчас всех оштрафую Будем бюджет пополнять Или нормально вести себя в судебном заседании Извините Простите Да извините Чуть-чуть тише Потому что не дают сказать К нам регулярно ходят Малоприятные люди Не назвать людьми Гадят Пьют Курят Мусор везде В подъезде валяется Есть объявление Скрин С интернета Что якобы Девочки ждут своих клиентов Какой это хостел? Какой это хостел? Дверь сломана Вот внимание У меня документы Пять раз Пять раз Ломали нашу дверь входную Мы не хотим жить Просто проходным двором Так дальше Кодовый замок Ломали Тише Кодовый замок ломали Шесть раз У нас все документы Куда мы только не обращались Мы обращались Полицию вызывали Потому что драки периодически Что полиция? Полиция Ну что? Что? Они приезжали Разбирались Наше заявление Участковому есть Здесь все Все есть Так что участковый? Участковый Они понимаете Закрывают глаза на все Они нам Отписки на наше Заявление Якобы Нет послушайте Вы сейчас Достаточно серьезные вещи Заявляете Да Там сломанный Намеренно причинен Ущерб имущества Сломан замок Газон Испорчен Да Там зеркала побиты В подъезде Это все материальный ущерб Естественно Вот чеки Здесь все есть Чеки на то Что вы устанавливали Мне надо установить Сколько мы денег Потратили на все это? А кто это сломал? Кто? Это те люди Которые к ним приходят Это их Ихне жители Ихне гости Доказатель Ничего я не вру И раньше У нас здесь есть Мы в налоговую обращались Сколько у вас квартир В подъезде? 37 37 Из которых 2 принадлежат Отвечке То есть 35 еще квартир Помимо этого Докажите мне пожалуйста Что не жители этих 35 квартир Участвовали в причинении ущерба Вашему подъезду И прилегающей территории Потому что разбирался Приходил Приходила налоговая Санпедстанция Мы все заявления туда Отправляли Так И что? И что? Санпедемстанция Им выписаны штрафы На их квартиры Выписаны штрафы Раз За что? За то, что там гадили Дрались За это все Подождите Подождите Санпедемстанция Выписала штраф За то, что там дрались Потому что там антикенитария В подъезде Давайте документы Я понимаю, что я от вас Ничего не добьюсь Дайте хотя бы Я посмотрю ваши документы Как можно детей Они и раньше валялись И больше больше Ничего не валялось у нас раньше Уважаемый стец У вас больше Да ответьте на мой вопрос У вас больше сексом Никто в подъезде не занимается Презервативы у вас там валяются И не пьет Более-менее прилично А здесь круглосуточно Понимаете Днем и ночью Ходят люди Пьяные Не пьяные Всякие ходят Мусор валяется Везде Под окнами Я бы лучше собой занялась Чем этой завистью Валерия Валентиновна Почему они не следят за чистоту Я не могу в решении написать А кто еще Понимаете Я не могу так в решении написать Вы сейчас конкретно обвиняете ответчиков Естественно Потому что Мы уже везде подавались Жалобы Доказательства А почему ты не говоришь Штрафьянки 312 У них есть какие-то нарушения Есть документы У них кстати не в полном порядке документы У них помещение не переведено Не переведено Нежилое Вот за это и мы выписали штрафы А также согласно документу Которые вы мне предоставили Санэпидемстанции В том числе Приостановлена их деятельность Сейчас хостела Но не по тем основаниям Которые вы указываете здесь Мне в суде Понимаете Потому что сейчас там определенные правила Ввели Потому что у них там не первый этаж Сейчас переходный период Мы требуем Чтобы вы наша последняя надежда Мы не можем спокойно жить В этом подъезде Понимаете В собственном доме Спокойно жить Я вас понял Пожалуйста По очереди Зоя Сергеевна Ваша честь Я вам скажу Моему возмущению нет предела Мы конечно Конечно не согласны с этим иском Ну сам факт Организация хостела в квартире Вы признаете Да конечно признаем Дело я вам сейчас все расскажу По порядку Дело в том что Все это Жалобы и иск Это гнусный навет На одиноких пенсионерок А причина одна Зависть Конечно Вот когда мы с Зоечкой жили От пенсии до пенсии И еле сводили концы с концами И дружили Ну а мы не хотим Не обязательно публичный дом открывать Мы не хотим как все Никому не было до нас дела Мы вот нищенствовали Нищенствовали Можно визнать Что-нибудь там И решили сдавать квартиру Жить в ее квартире А мою трехкомнатную сдавать Ну поначалу мы бегали по очереди на вокзал Командировочник приглашали И сдавали койко место Тут же на нас добрые соседи Написали жалобу участковому Участковый пришел и говорит Нет, вы неправильно все делаете Нужно получить разрешение Да потому что шум идет от этих соседей Получить разрешение И платить налоги Все это сделать документально Получили разрешение Налоги платите Вот пожалуйста Вот у нас разрешение Лицензия на нашу деятельность Они взятки кому дают Право собственности И все закрывают глаза Истец Истец, подождите Истец, вы понимаете Вот все, что вы сейчас говорите В судебном заседании Все фиксируется Аудио-видеосвязью И также ведется протокол судебного заседания Вам известна такая статья Как клевета Уголовным кодексом Предусмотрена Аккуратнее со словами И по поводу публичного дома И по поводу всего остального В чем вы обвиняете ответчиком Все должно быть документально подтверждено Пока ваши Это не я одна обвинять Пока ваши Все обвинения абсолютно голословны Абсолютно Ваша честь Можно я продолжу? И вот мы все эти документы собрали Нам конечно было трудно Мы побегали Пришлось побегать Но мы с этим справились Мы даже кредит взяли 200 тысяч Представляете Нам В нашем возрасте Это трудно было сделать Но мы сделали это Взяли кредит Под грабительские проценты И все Ну конечно Сейчас уже мы рассчитались Уже деньги все вернули Которые брали Наш хостел Пользуется спросом За месяц записываются люди Все довольны остаются И все И конечно соседям Было Это Сразу зависть возникла Как же это Две пенсионерки Стали получать Приличные деньги Хотя разрешение На открытие хостела Мы у них очень легко Получили Потому что они Все посмеялись над нами Думали Открытие приличного хостела Вы когда открывали хостел У соседей Спрашивали Конечно Мы спросили В первую очередь Все подписи собрали Замок не должны были ломать Всем ключи Всех надо встретить Передайте мне пожалуйста Этот список И все документы О регистрации Хостел Документы Вот Документы И все дали В первую очередь И вы Валерия Валентиновна Тоже Под разрешением Подписали Вы не следите Даже за чистотой За элементарной И конечно У них зависть возникла Как же это мы Получаем деньги Как же это мы Стали одеваться Документы Деньги Значит есть кому платить Не так как все Деньги Чтобы глаза На ваши Доматы Все документы У нас в порядке Все клиенты довольны Правда Зоя Валерия Валентиновна Валерия Валентиновна Все у нас замечательно Валерия Валентиновна Ваши подпись Разрешение Ну естественно Мы приличный дом Думали Хостел они откроют А если допустим Учесть что Представить на минутку Что действительно Хостел Но они же должны Следить за чистотой За порядком А мы не следим У нас все чисто Я говорю Вход другой Пускай сделают Почему Это единый вход У вас на каком этаже Находится квартира Простите Простите Вот там наверное Ошибочка произошла Дело в том Что у нас квартира На первом этаже Обе квартиры И они находятся Друг с другом В одной квартире Двухкомнатной мы живем А вторая квартира Трехкомнатная Но в нежилое Не переведено Мы сейчас переводим Мы сейчас нам сказали И переводим Это все Как Тольма нам сказали Об этом Мы сразу занялись Этим вопросом У нас сейчас Хостел закрыт Мы только занимаемся Вот оформлением Я вас понял Давайте по поводу Вот тех бесчинств На которые указывает Истец Говорит что мусорят Говорят что Хулигане Вот я сейчас Можешь 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 Ломают замки В входной двери Вот я скажу Вы понимаете Конечно у них зависть И теперь Что бы ни случилось В подъезде Кто бы что бы ни сделал Виноваты мы Не виноваты Все на нас валят Все Ваши клиенты Курит Витька из 39 В подъезде Курит Мы виноваты Люська Его жена Бросает пакеты Где попало Мы виноваты Витька 15-летний Со своей компанией Выбивает дверь Мы виноваты И тут же Жалобы пишут Тут же Строчат Везде И каких только проверок У нас мы не прошли Кто у вас сейчас Проживает в хостеле А у нас 15-й квартире Там у нас как были пьянки Так они и остаются Кто сейчас проживает в хостеле А у вас есть Тоник же не проживает Нет, сейчас у нас закрыто А у вас сейчас Преостановлены Деньги Хорошо У вас была какая-то Постоянная ротация Жильцов Да, у нас 6 девиц Проживали Хорошие, учились Но они молодые Как они еще одеваться должны Ярко Я бы сейчас хотела Я бы сейчас хотела Одеть мини-юбку Да не могу Из-за возраста Они молодые Откуда вся эта информация Про то, что у нас в интернете Мы называем Объявление Шесть объявлений У нас хрена Шесть кровати Сидят в большой комнате Да, двухэтажная кровать Вот поэтому девочки там живут А две комнаты Две комнаты маленькие В каком возрасте врать Как не сытно Господи Там командировочные Командировочные Да, конечно Это мужчины в основном Ну и что? Экономят и все Командировочные Живут нормально А там чемоданов никаких нет Да у нас У нас такой фейс-контроль Вечно Мы все время Шесть за месяц подбираем У нас уже год Это не наше объявление Ваша, ваша Понимаете Вы вообще По сути деятельность хостела Понимаете? Вообще гостиница Какой-либо Приехали гости Посмотрите столицу Приезжают Уезжают Ну там же не институт Благородных девиц Понимаете? Ну то хвост Конечно Они приглашают к себе Своих друзей У них есть друзья Какие друзья здесь? Они в столицу приехали Посмотрите Мы что, запрессив должны? Друзья Какие могут быть здесь друзья? Так, еще раз, естественно Еще раз, естественно Посмотрите, объявление Я вас еще раз спрашиваю Есть ли у вас какие-то дополнительные доказательства Которые доказывают То, что все В чем вы обвинили ответчиков Вы меня слышите сейчас? Нет? Я вас спрашиваю Есть у вас доказательства того Что весь ущерб причинен Именно жильцами хостела Которым владеют ответчики Вот я вам все документы передала Да какое доказательство? Его не было и не будет Суд удаляется для принятия решения Оглашается решение суда У меня 37 жильцов Не я одна Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Оценив совокупности Все представленные сторонами доказательства Решил В иске о запрете деятельности хостела Отказать Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования По следующим основаниям В настоящее время В связи с вступлением в действие С 6 декабря 2018 года Свода правил Утвержденного приказом Министерства строительства И жилищно-коммунального хозяйства Деятельность хостела приостановлена В вышеназванном нормативно-правовом акте Дается понятие хостела И содержатся требования Предъявляемые к хостелу И только при наличии И соблюдении которых Хостел сможет в дальнейшем работать В частности Предъявлены такие требования Площадь под хостел Которая находится в жилом доме Должна быть переведена в нежилой фонд Хостел должен быть оборудован Отдельным входом Хостел может находиться Только на первом этаже жилого дома Или на втором в том случае Если первый уже занят нежилыми помещениями Хостел должен быть оснащен Дополнительным оборудованием Которое не требуется в обычной квартире А именно системой звукоизоляции Средствами противопожарной безопасности Охранной сигнализации Средствами для уборки И санитарной очистки номеров Предъявляется и много других требований По площади, по инженерным коммуникациям Водоснабжению, освещению и отоплению Только в случае Если ответчицы выполнят все требования Установленные выше названным нормативно-правовым актом Деятельность их хостела Может быть возобновлена А если не смогут этого сделать То деятельность хостела больше не возобновится Вы должны это понимать Но я думаю, что вы с этими правилами Соблюдение требований закона В своем бизнесе Защитит вас, по крайней мере От каких-то нападок на ваш бизнес Поэтому, поскольку деятельность приостановлена сейчас В иске вам отказано Понятно решение? Понятно, да Дело закрыто Я это дело так не оставлю Я закрою этот публичный дом Он работать не будет Мы очень рады Что судья нас услышал И правильно понял Мы все сделаем так Чтобы все было по закону и веро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому